здравствуйте друзья здравствуйте коллеги с вами феликс и сегодня этот ролик снимаю о платформе infinii которая знакома очень многим тем кто занимается торговлей на amazon и после годичного перерыва можно сказать что этот перерыв продлился около года опять возвращаюсь к этой платформе и скажу что уже начал там работу начал ознакомление с этой платформы те кто давно следит за моим каналом они могут увидеть что самый первый ролик был снят именно год назад вот это вот этот ролик про эту платформу и называется он не регистрируйся не узнав на тот момент в рунете появился очень много информации она лилась буквально со всех утюгов все завлекали в этот проект именно как проект по инвестиции это было абсолютно не так и я постарался как смог на то время объяснить что это эта платформа предназначена совсем для другого именно предназначена помочь а это инструмент для продаж на таких площадках как и бэй и amazon в то именно в то время был была платформа именно таким образом что там были была возможность торговать только на и бэй используя этот инструмент и потихоньку я отошел от этой программы от программы инфини ай но постарался объяснить в одном другом в нескольких роликах что ребята тут если вы не не можете торговать тут вам делать нечего эта платформа прежде всего предназначена для того чтобы вам помочь в торговле и вот вот этот комментарий самый характерный там в ролике говорится что тут надо ну как минимум долларов 300 там уметь вложить чтобы получить хоть какую-то пользу хотя бы попробовать поработать с этим инструментом здесь вот человек пишет самый большой вопрос где взять 300 долларов ну с улыбкой конечно это шутка наверно я и отвечаю проблема нет не в том где взять а в том чтобы с ними расстаться то есть попробовать сделать свой бизнес и теперь еще раз самом начале самом начале этого обзора хочу повторить ту же самую мысль если у кого-то нет денег будем говорить по простому чтобы начать бизнес не регистрируйтесь в этой платформе без денег тут делать нечего здесь есть составляющие реферальные программы но она предназначена для того чтобы развить эту платформу тут заработать на реферальных и не пытайтесь эта платформа для этого не подходит да у вас будут реферальные вознаграждения если вы пригласите сюда еще людей но если они не смогут торговать и тем более если вы сами не сможете торговать то вы ну попросту говоря кинете тех кого пригласили эта мысль думаю понятно эта платформа предназначена для определенных пусть и небольших вложений но тут надо вкладывать деньги в развитие своего бизнеса в развитие торговли на amazon теперь уже да и на amazon потому что в инфини запустился marketplace который дает возможность нам жителям тех стран у которых однобокий paypal то есть мы не могли принимать оплату на paypal поэтому мы и не работали с инфини торговля на и бэй нам было недоступно россиянам там казахстанцам грузии нам из грузии есть страны которые могли использовать эту платформу кто-то и пользовался ею для торговли на и бэй но на amazon она не работала теперь вот в этом marketplace который открылся буквально 15 декабря он запустился вот этот эта площадка выглядит таким образом с самого начала команда инфини хотела и заявляла что у нас будет вот такая вот площадка и вот на сегодняшний день она уже существует в двух словах что из себя она представляет здесь продавцы реселлеры дистрибьюторы которые имеют законное право перепродавать различный товар то есть опять если обернемся чуть назад мы вот как торговцы на amazon как дропшиппер и у нас возникает всегда вопрос по инвойсам то есть продавая например тот же самый покемон или там фишер прайс всегда amazon может затребовать у нас документы о происхождении приобретение данного товара эта платформа решает данный вопрос то есть товар куплены через эту платформу он является абсолютно законным инвойсы которые мы приобретаем вместе с товаром они ну реальны скажем так они не поддельные они принимаются amazon следующее здесь сайт по своему интерфейсу очень простой есть три вот такие вот кнопочки новые предложения продажи коробками то есть кейсами начиная от двух заканчивая там сорока восьми единицами и товары под дропшип то есть все что вас интересует любой вид приобретения это не значит это не значит что тот товар который продается под дропшип его нельзя купить допустим коробку или там три единицы и переправить это на fba да на fba потому что опять же я не буду заострять внимание на дропшипе или продаже на ebay потому что там совсем другая схема она была и до сих пор открыта и любой человек мог бы там торговать и перепродавать для более такого подробного объяснения своей мысли и функции и возможности которые предоставляет вот этот marketplace давайте посмотрим вот на такой вот пример вот для сравнения для показа для анализа я выбрал вот такой вот продукт игрушку здесь очень много скажу так ну наверно 90 процентов продуктов это игрушки потому что во первых самый ходовой товар это игрушки и самый трудно приобретаемый товар с маржой это игрушки его очень трудно найти по подходящей цене поэтому вот смотрите вот этот вот комплект игрушек он стоит на амазоне на прайме 33.50 33.50 допустим мы хотим тоже продавать этот товар мы можем на вполне законном основании здесь купить здесь есть этот продукт купить этот продукт и поставить его на FBA можем купить одну единицу и переправить на FBA в платформе Infinii есть припайт центр то есть подготовительный центр который за вполне приемлемую сумму подготовит ваш товар для переправки на склады амазона с этим тоже нет никаких проблем и именно это одна из статей дохода компании Infinii в этом их одна из целей то есть этот вопрос тут решаем следующее переправив этот товар на FBA купив одну единицу данного продукта я говорю это просто одну единицу вы приобретаете вместе с ним и законный invoice и под этим законным invoice вы можете дропшипить 100 единиц сколько продадите столько и продадите то есть приблизительно схема понятна но если говорить уже более так подробно amazon обычно требует доказать приобретение трех единиц у него вот такой алгоритм если он и требует но в данном случае когда вы выслали на склады FBA продукт и amazon принял у вас продукт он уже увидел что у вас этот продукт приобретен законно давайте посмотрим допустим при нашем дропшипе где где взять товар такой чтобы иметь в нем прибыль вот это сайт ebay где мы ищем вот в поисковик вставлено название этого комплекта цена выставлена на чтобы с самой низкой на самую высокую нам выдавали продукты и здесь то есть я вот перекинул сейчас перекинул обратно чтобы сначала были более низкие цены чтобы видели что это не подготовленный не подготовленная страница а именно так оно и есть ну вот вначале по ключевикам выдает не тот товар комплект это не такой это вот такой и вместе с вами давайте посмотрим самое дешевое предложение на ebay вот после этого начинается 32.87 следующая 34.99 это газбро тоже магазин игрушек через через ибэй продает 34.99 32.87 и что нам делать приобретя по этой цене естественно мы не можем вклиниться в игрушку это волмарт я уже не буду перегружать поверьте что это вот дешевая цена дешевле нету 40 долларов на волмарте стоит этот комплект игрушек это toys.ru 69.99 если вы обратили внимание я на этот товар вот сейчас выйду отдельно здесь вот это дисконт это скидка вот 36 чем-то это вот настолько дешевле сейчас предлагается то есть в принципе этот продукт столько и стоит 69 долларов стоит вообще-то и на toys.ru тем более сейчас и нету этого продукта то есть порядок цен да увидели 32 с чем-то почти 40 ну и 70 будем говорить так и смотрим этот товар на marketplace цена 18 19 18 долларов 19 центов здесь на разном уровне участия цена может доходить и до 17 для участников платформы инфини а как это достигается это достигается предложением договоренностями соглашением платформы инфини ай или с производителем или законным дистрибьютором данного продукта который согласился продавать этот товар через платформу инфини ай по предложенной и видимой всем нам цене вполне возможно что этот вот торговец который предлагает нам за эту цену он ликвидные товары покупать допустим закрываются магазины он там берет ликвидные на ликвидацию выставленные товары нам не интересно где он получил законное как он получил законное право перепродавать данный продукт у него есть это право мы можем здесь купить у него три штучки переслать в подготовительный центр инфини нам этот товар подготовят к отсыланию на amazon и мы спокойно можем стать вместе с этими двадцатью семью в данном листе продавцами и продавать через платформу amazon на вполне законных основаниях то есть вложить определенную сумму денег и иметь свой бизнес для того чтобы еще лучше представить да суд сколько можно заработать на примере одного этого продукта так калькулятор который высчитывает удержание amazon по данному продукту вот пожалуйста если мы будем продавать по 33.50 вес данного товара 6 лб смотрите вот если кто покупал с амазона они видели что вот это 33.50 и шиппинг бесплатный если за 50 за 49 долларов в ашорте то есть при покупке при реальной покупке добавляется вот эти вот 7.49 любому покупателю здесь показывается что в итоге будет заплачено за товар 40.99 это у всех будет так но это уже подсчеты которые требуют более долгого объяснения и рассказа здесь вставляется цена за которую мы взяли этот товар за 20 долларов я округлил вместе с подготовкой она около доллара стоит на единицу с подготовкой маркетплейса и отгрузкой на амазон и в итоге мы видим что наш профит составляет 13.85 на единице на одной единице данного товара в процентном отношении 51 процент прибыльности и для того чтобы посмотреть до какой цены вот эта цена 17.21 это та цена при которой мы становимся в ноль то есть даже мы можем опускать цену чем начиная с 17.21 то есть перепродавая даже за 20 долларов мы уже будем иметь какой-то профит давайте сейчас тут вставлю 20 долларов ну вот два доллара на единице у нас будет прибыль прибыль эти расчеты это уже дело других роликов и демонстрации но в данном случае такая такая вот маржинальность присутствует практически на всех продуктах на всех продуктах маркетплейс я уже там подобрал себе за вот эти несколько дней занимаясь параллельно и другими делами несколько продуктов вот здесь штук восемь уже есть вот на примете то есть здесь надо уже более так аккуратно внимательно делая более такой хороший анализ решить во что вложиться потому что тут уже ну ты вкладываешь деньги пусть большие небольшие пусть это будет 50 долларов да но зачем их вкладывать в то во что ну может и не пойти то есть посмотреть именно во что вложиться некоторое время последить за теми же самыми рынками за теми же самыми колебаниями цен ну сейчас просто время неподходящее сейчас торговля скачет она может просесть за один день может улучшиться ну надо посмотреть определенное время за этими продуктами и сделать определенные вложения еще раз повторяю это платформа она не для того чтобы в ней без вложений работать если у вас есть затруднения в денежном отношении не регистрируйтесь порядок суммы ну можно попробовать с 300 500 долларов что-нибудь заработать заработать как работать и торговать на амазоне ну практически все знают кто видит этот ролик так что здесь особых подробностей нету достаточно посмотреть на цену достаточно вот посмотреть что мы можем приобрести коробками здесь действительно есть кейсы по 20 долларов до купить коротку коробочку отослать там ну допустим посмотрим на эту кружку на этот стаканчик вот кейс 36 штук 36 штук стоит ну 30 долларов вот представляете да вот купить короб вот этих и отправить на FBA ну стоит 30 ну пусть 60 долларов с подготовкой все эти расчеты надо делать и надо смотреть но то что тут цены ну отличные это это однозначно с этой целью вот с целью развития на этой платформе есть вот такая фейсбук группа прошу тех кто понял о чем тут идет речь особенно то что тут нужны вложения нужны вложения и торговля если вы не можете этого делать в эту группу не не проситесь те кто уже не зная сюда за зашел я их пригласил там они пришли в эту группу те кто не готов вкладываться и торговать могут выйти из этой группы потому что еще раз говорю здесь без денег оно вам не надо ссылка на эту группу будет под роликом те кто поняли и восприняли как это все делается могут вступить и в конце значит о тех кто уже был в инфине у кого был удачный или неудачный опыт работы в этой компании значит и вы хотите по новой попробовать теребите своих спонсоров самое первое что вам надо сделать вы попробуйте связаться со своим спонсором попросить его может он тоже начал или может он и не знает но начнет чтобы они могли вам давать направление и какие-то советы здесь скажу новичкам что вы на эту платформу в эту компанию без спонсора не зарегистрируешься то есть в любом случае вам надо будет по реферальной ссылке регистрироваться это сделано именно для того чтобы вас было кому научить был бы кто-нибудь кто бы вам показал как торгуют на амазон что вам надо делать потому что без этого опять там делать нечего поэтому вас напрямую не принимают в инфини те же кто есть и такое что хотят поменять своего спонсора одно время опять была такая волна хотели поменять спонсоров оно не получало сейчас это получается мне вчера буквально девушка написала что я просто попросила их аннулировать мой старый аккаунт они аннулировали его и она по новой зарегистрировалась под того под кого хотела так что этот вопрос на данный момент опять же решается если у вас бывший спонсор ну не хочет человек работать или не может не может вам помочь вы можете связаться с поддержкой удалить старый аккаунт и зарегистрировать новый это сейчас возможно вот на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс